С 5 апреля изменится стоимость платной парковки на улицах Москвы. Повышение тарифов коснется почти 200 самых загруженных улиц, а также принесет новые зоны, где стоянка перестанет быть бесплатной. Логика департамента транспорта кажется бесспорной. Если платная парковка постоянно занята более чем на 90%, значит стоимость услуги надо повышать. А если стоянка пустует, цену можно снизить. В денежном выражении москвичей ждет буквально следующее. На двух сотнях улиц, где загрузка достигает 96%, тариф повысится до 380 рублей в час днем и 200 рублей ночью. Напомним, что максимальный тариф автоматически означает и отмену бесплатной парковки в воскресенье. Кроме того, в столице появятся новые платные зоны парковки. Нововведения коснутся 22 районов. Еще одним новшеством станет увеличение числа парковок для резидентов. В настоящий момент внутри Москвы действует больше 300 подобных зон. До конца года их количество планируют увеличить сразу до 1000. Вдобавок, московские власти повысили стоимость эвакуации автомобилей нарушителей. Для маломощных легковушек и мотоциклов санкция увеличится на 500 рублей. Для всех остальных принудительная перевозка подорожает почти на 1000. Впрочем, нарушители правил парковки смогут сэкономить на штрафе, оплатив эвакуацию до получения автомобиля. В этом случае скидка составит 25%. В Москве за последнее десятилетие появилось 380 километров выделенных полос. Так, в прошлом году протяженность выделенных увеличилась почти на 30 километров. Притом они стали работать круглосуточно и без выходных. В 2021 году на дорогах столицы появится еще около 15 километров выделенных полос для движения общественного транспорта. Но подробности столичный Дептранс пока не раскрыл. Как известно, в нашей стране для дорогих автомобилей действует повышенная ставка транспортного налога. Дорогой считается любая машина дороже 3 миллионов рублей. А список четырехколесной роскоши ежегодно редактирует Минпромторг. Правда, в 2014 году, когда создавалась такая система, 3 миллиона наших рублей равнялись 90 тысячам долларов. А сейчас это лишь 40 тысяч. Но сдвигать вверх минимальную планку наши законотворцы не планируют. Из-за этого возникают курьезные ситуации. Скажем, с этого года роскошью вдруг стали считаться хорошо оснащенные версии микроавтобусов Citroën Space Tourer и Peugeot Traveler, а также топовые исполнения Skoda Kodiaq. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok